Так точат ножи профессионалы. На специальном станке любой нож буквально за пару минут становится идеально острым с гладкой зеркальной поверхностью. А это люксовая заточка, вручную на специальном водном камне. Найфоман Дмитрий, а по-другому любитель ножей, и на этом оборудование за одну минуту приводит клинок в порядок. На станке режущая кромка получается немножечко вогнутая, поскольку камушек круглый. А на прямой поверхности она получается абсолютно ровная. За счет этого нож будет подольше сохранять свою остроту. Чтобы заточить нож дома, такого громоздкого оборудования не потребуется. Вот тот же водный камень, но в миниатюре, комбинированный. Сверху для грубой заточки, снизу для шлифовки. Первое применение камушек замачивается минут 10-15, то есть он впитывает в себя воду, прям как губка. И потом уже производится заточка последующие разы, его достаточно замачивать там минут на 5. Для водных камушков можно использовать держатель угла заточки. С ним это все происходит намного легче. Другой вариант – камень с алмазным напылением. Принцип работы тот же, но использовать держатель угла заточки не стоит. Можно повредить поверхность камня. Тут, в принципе, кладется сама режущая кромка на поверхность и нож непосредственно затачивается. Самое главное, чтобы не было… То есть можно зонами протачивать, если площадь самой точилки небольшая. Можно это делать так, немножечко полукругом. Главное – не производить движения параллельно режущей кромки. Если нож требует не заточки, а небольшой правки, можно воспользоваться мусатом. Это делается легкими движениями. То есть, если это японский нож, у него угла заточки 15-17 градусов, это делается под более маленьким углом. То есть от обуха должна влезть монетка 10-рублевая. Это примерно 15-17 градусов. И легкими движениями, для того, чтобы кромку на сторону не завалить. Если речь идет о европейских производителях, у них угол 20-25 градусов, поэтому расстояние нужно взять побольше между обухом и самим мусатом. То есть это где-то, наверное, 2,5 толщины 10-рублевых монет. Есть и походные варианты. Вот, например, такая каменная точилка с алмазным напылением. Большого мастерства не требует. Тут, опять же, самый главный принцип – удержать угол заточки. Такого великолепного результата такая точилка тоже не даст. Но, тем не менее, она у вас сможет выручить в определенный момент. Эти способы заточки рассчитаны в основном на стальные ножи. Керамические лучше доверить профессионалу. И лезвие подточит, и сколы уберет. Кстати, стоимость хорошей точилки того же водного камня от 1000 и выше. Услуга профессионала от 200 рублей за нож.